Итак, следующий магазин, который называется Marshalls, как я уже упоминала и показывала в моем предыдущем влоге. Начнем с сумок, быстренько пробежимся по сумкам и обуви. Здесь, значит, были представлены очень много, очень много сумок фирмы Tommy Hilfiger, если вы помните, мы ходили с вами в Tommy Hilfiger в моем предыдущем влоге. По-моему, здесь их было больше, чем в самом магазине Tommy Hilfiger, и стоили они по 60 долларов, довольно-таки бюджетно. Обуви было много, Calvin Klein, вот, кстати, такие смешные, очень-таки цветные, смешные кроссовки фирмы Uterco. Самое смешное, что магазина Uterco в Канаде нету, но вот в этом аутлите Uterco продается. Adidas шлепанцы за 20 долларов, опять же, в предыдущем магазине они стояли, по-моему, по 50, то есть вот разница в цене прямо вот сразу видна. И знаменитые великие биркинштоки были представлены даже в двух цветах, по 80 долларов, был синий, такой белый лаковый. Опять же, Calvin Klein, очень много было обуви этого бренда. Набрела я на такую, знаете, россыпь симпатичных, хорошеньких сумочек, таких прямо, ну прямо, такие, очень-очень такие смешные, интересные, необычный дизайн. Сделаны вот из чего-то такого, я даже не знаю, из чего это сделано, но они вот под, под такую кору дерева, правильно? С такой немножко золотинкой, в общем, необычный, был вот такой клатч, потом, потом я дальше покажу, была сумочка такая с ручкой из бусин, с золотистой ручкой, в общем, очень приятные, симпатичные сумки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще было много обуви из Зары, очень дешево, 13 долларов вот такие вот туфельки, и было много кожаных, хороших заровских ботинок, по 35 долларов, в общем, ну, в общем, по-моему, недорого. Они, правда, все были по одному размеру, по два, и, в общем, видите, вот по низкому коробок, но такие довольно достойные, приятные такие кожаные ботинки, вполне себе неплохие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И немножко грусти в видео, вот вы видите, у них ассортимента мало сейчас, то есть намного-намного меньше, чем обычно, и у них очень много осталось свободных полок, каких-то вешалок, и они все вот так вот собрали в одном углу магазина, обвязали желтой лентой, чтобы ни на кого это не упало, ни на кого не пришибло этим, в общем, довольно грустная картина, потому что, на самом деле, у них всегда магазин забит, а тут вот настолько у них мало товара, что они, в принципе, вынуждены даже свободные полки как-то собирать куда-то в угол и где-то их там пристраивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, девочки, мы с вами в другом магазине, я решила уже не снимать в самом магазине, потому что тяжело ходить с этим, с телефоном, мерить, не мерить, а искать, что купить. В общем, я вам покажу свои примерки, я вам покажу, что я отобрала, вот у меня там такая платья в горошек, конечно же. У меня садится батарейка, это большая проблема. У меня вообще в телефоне стало очень плохо работать батарейкой, я не знаю, в чем дело. Меня это очень-очень беспокоит, я очень этим довольна, мне что-то надо с этим делать, потому что для блогера телефон, садящийся батарейкой, это беда, просто беда. Все, давайте будем примерять, я вам буду по мере примеров порассказывать, что это и к чему это. Вот, кстати, вот так я выгляжу сегодня. Так же, как в предыдущем магазине, я зашла в оба магазина, уже не стала переодеваться. Все, давайте примерять. Это платье бренда Scotch & Soda, оно мне очень понравилось. Это Scotch & Soda, это очень дорогой, хороший бренд американский, и, значит, здесь Маша сама стоит 59,90, это очень-очень дешево, потому что это платье, ну, в принципе, я видела, оно должно было бы стоить долларов 150-200, по крайней мере, а здесь оно стоит 60, это очень хорошая цена. И оно действительно очень красивое, ну, вот так вот здесь кнопки повозятся, ну, посмотрите, красивая такая расцветка. Я даже не помню, что здесь какие-то птицы, попугай, в общем, очень интересное платье, очень хорошо сидит. Вот, мой любимый фасончик, такой, не мало у меня, что не мало у вас, не красивое платье. Я бы взяла даже, не знаю, 60 долларов. Для этого бренда это не дорого, но, в принципе, у меня так много платьев, хотя, может, подождем селу, распродажу, может быть, мы тогда, оно у нас дождется. Скотчем сода. Состав пыталась найти, не но ушла. Почему, зачем, впрятан состав, я не знаю, ну, вот какой-то страшный секрет. Красивое платье мне не понравилось, и, кстати, у него еще есть карман, что делает его в тысячу раз более привлекательным, видите. Субар. Расцветка такая. Вау. Может озариться, девочки, да. Так, следующее платье, это платье горошек бренда Tommy Hilfiger. Оно мне маловато. Сейчас овцы овцы живут. Все равно маловато. Ну, в общем, я почему его принесла, я хотела вам показать, потому что мы с вами ходили в Tommy Hilfiger, вы видели, какие там цены, что там продается. Это совсем, совсем другого плана платье, совсем другой фасон. Такой романтический карман горошек. В талию, в облипочку. Вот, везде, где не надо. Вот, значит, ну, в принципе, платье симпатичное. И стоит оно сейчас на сейле. Стоило оно 60. Стоило оно 60 долларов, а сейчас оно стоит 30. Вы понимаете, насколько здесь дешевле, чем в самом Hilfiger? Причем я думаю, что это не из-за этого Hilfiger, я думаю, что это Hilfiger-Hilfiger. Вот, так что... Ну, оно мне маленькое. Надо перестать кушать после 6 часов. Булки, хлеб и мороженое. Конфеты шоколадные тоже. Вот, пожалуй, Stunzelfiger. Шестой размер. Цена была 59, сейчас 30. Шестой размер не мало. Да, грусть печаль. Но платье симпатичное. Следующая платьица. Очень хорошенькая. Электрик. Неоновые расцветки. Бренда Lina Tumay. Никогда не слышала. Made in Italy написано. 100% миллион. Стоит 40 долларов. Очень симпатичная. Здесь видите, бисером сделано. Он сейчас фокус. Простараюсь. Вот, видите. Это все бисер, бисер, бисер. Нефокусирующие. Я потом сниму и покажу. Правда, красиво. Очень приятно. Очень симпатично. Здесь сделаны такие вставки из трикотажа. Видите. Ну, вот так она у меня новаяся. Хорошенькая платьица. Недорогой. Спрячьте свои старые подмышки, мадам. Так, показываю. Вот это называется размер Large. Вот видите, какие красивые босинки здесь. Made in Italy. Lina Tumay. Здесь написано, что она плен. Где-то было написано. Вот цена. Еще и сустав не могу. Нашла только размер L. Цвет L. Да-да, это цвет L. Я долго не могла понять, что за цвет. Ну, она такая мятая, потому что она невиновен. В принципе, она очень даже такая симпатичная. Очень хорошенькая платьица в клеточку. Тут длинная, на пуговицах. Вот с такими здесь вырезами. Но, знаете, это размер Medium. Вот тут она мне как раз, вот тут она мне как раз. А вот тут она мне велико. Это должно быть вот так. Должно быть вот так. Тогда. Вот так. Вот так. Как-то так. Усиленно втягиваю живот. Чтобы они подумали, что для меня плохо. Ну, идея хорошая. Ну, вот знаете, это должно быть очень размер. Трудно подобрать, потому что, когда... Если это просто платье сплошное, то этого было бы не видно, что оно мне здесь велико. Понимаете? А так. Вот так должно быть оно. Но, в принципе, симпатично. Это бренд Ken R. Есть у нас такой в Канаде, Америке. И стоит она 50 долларов. Не знаю, что за состав. Ну, что бы, наверное, что-то с чем-то. Синтетика с каким-нибудь хлопком, скорее всего. Вот такое платье. Вот так оно вызывается. Кенар. Размер медиум. Стоит 50 долларов. Симпатичное платье. Хорошая идея, но не совсем в исполнении к моей фигуре не особенно подходит. Еще одно платьице. Очень-очень симпатичное. Мне оно очень нравится. Бренд я вам потом прочитаю. Я не могу его выговорить. Оно стоило 40 долларов. Сейчас оно на сейле стоит 30. Чистый лен. Made in Italy. Сделано в Италии. И вот так вот оно широкое. Красивые расцветки. Такое интересное. Ну и такое курортное. Санаторное, кстати, платье. Знаменитое в этом сезоне санаторное платье. Единственное, что меня смущает, это американская пройма. Под нее нужно подбирать определенное белье. Потому что эти шлейки, которые торчат, это совсем некрасиво. То есть их надо как-то крест-накрест сзади. Но это не проблема на самом деле. Даже можно... Знаете, есть такие пускалтеры, которые перекрестят. Можно перекрестить сзади. Лямки. И тогда вот они как-то так уйдут. На лобжин. Так что, в принципе. Ну что, бабушенька, правда? Леон. Италия. 30 баксов. Вот так оно называется. Я даже не берусь его читать. Какое название. Но вы видите. Made in Italy. И здесь где-то вот написано, что это чистый лен. Size M. Цвет голубой. И вот он стоил 40. Сейчас... Сейчас стоит 30. Вот оно название. Та-дам. Не пугайтесь сильно. Не могла я пройти мимо. Это платье из Зары. Стоило на долларов 12 или 13. Что-то такое. В общем, тут это очень большой гигантский вырез. Я так прикроюсь. Ну, вообще, конечно... Ну так, взяла я его для прикола. Конечно, покупать я его не буду. В общем, ну так просто... Повеселиться, похихикать. Новогодний... Новогодний эдишн. Чего ж такое вырез-то здорово? Господи боже мой. Кошмар. Мало того, что короткое, так еще вся... Все, так сказать, сокрой все наружу. Чтобы уже видно было все. Чтобы не... Не сомневались, что все есть. Ноги, грудь. Надо так посмеяться. Ну, красота. Между прочим... Да, стоило на 17 долларов. Я извиняюсь, я ошиблась. 16,99. Вот она Зарочка. Между прочим... Зара Вумын. Зима 2018-2019. Evening Wear Collection. То есть, зимой 18-19 года... Какое бы прекрасное время. Это же была зима 19-го года. Это... А, нет, это было в прошлом году. Годный зим. Значит, Зара Вумын. Чтобы вы понимали, это платье на женщину. На женщину платье. Не на девочку молоденькую. Вот так. Размер медиум. И вот прям понравилась мне эта юбка. Слушайте, я люблю такие вещи. Значит, она такая бежевая. Здесь подкладка. И... Сверху сделана как такая тюль. Сетка с нашитыми. Как... Из искусственной кожи. Такие горошки. Это что-то еще. Стоит она. Стоит она 20 долларов. 19,99. Made in USA. Бренд какой-то Эва Франко. Никогда не слышала. Не знаю. Принесла к ней несколько вариантов топов. Это один из них. Такой простой, знаете, трикотажный. Вязанный, как будто топ. Очень подходит по цвету вот это вот все. Может быть, ее нужно заправить. Может, нет. Ну, в общем, так. Снижает градус юбки. Юбка мне прям очень нравится. Ну, вы знаете, я люблю такие вещи. Она необычная. Супер. А топик просто так. Я даже не знаю, что... Ну, какая-то кофточка вязаная. Я просто так не славяю, потому что она... Ну, правда, очень подходит по расцветке. Прямо очень подходит к этой юбке. Кружите меня, кружите. Еще принесла такую кофточку к этой юбке померить. Ну, она, ну, как бы чуть-чуть подходит по цветовой гамме. Горошки здесь, здесь кружочки. Не знаю, мне это не очень нравится. Вот вариант. Хотя... Просто я надо хорошо, может быть, заправить. Как-то расправить. Я что-то так одела быстренько. Тарик у меня сводится. Может, и неплохо. Потому что сидит там, в принципе, похожий. Знаете, бежевый, бежевый. Может, и неплохо. Можно еще и надеть вот с такой кофтой на пуговицах. Знаете, такая а-ля 60-е. Потому что юбка такая немножко ретро. И кофта такая ретро. Оставила я эту блоску. А сверху надела вот этот коричневый кардиган с карманами. Это, кстати, бренд French Connection. Очень-очень хороший, известный, дорогой бренд. Здесь он в Winnersy продается за 40 долларов. Ну, в Winnersy, Marshall. Ну, в Marshalls. Ну, это то же самое. И... Да, стоит он 40 долларов. В принципе, в магазине, в самом French Connection стоит намного дороже. Ну, вот такую. Ретро область. И еще одна прикольнейшая вещица. Это, кстати, это топ из Zara. Вот он-таки даст его 12 долларов. 12,99, 13. Ну, смотрите, какой смешный. Ну, не подходит к этой юбке. Ну, просто мне надо вообще-то его надеть. Ну, прикольно же. Это такой, как он... Качество, как... Как худи. Вот такой короткий. Здесь такие сопли-сопли. Вышивка. Не вышивка, это какая-то... Как веревочка так пришита, знаете. Ну, в общем. Очень смешно. Большой, такой, широкий. Так, юбка, значит. Вот она бренда... Evo Franco. Made in USA. Стоит она 20 долларов. Смешная, прикольная. Это Zara. За 13. Дальше вот эта блузка была 24. И это какой-то бренд Shine. Не знаю, что это такое. Размер был, кстати, small. Вот это вот кардиган French Connection. Extra small, кстати, он был... Видите, 40 долларов? Ну, такой... Чтобы вы понимали, что вот он, 40 долларов. Он стоил в магазине French Connection. То есть, это не дешевая компания. И вот эта вот кофточка была просто фирмой Dex. За 20 долларов. Дешевенькая. Какие-то нитки тут несет. Это не я, так было. Все, девочки и мальчики. Все мы отмерили. Все мы примерили. Все вам показала. Все вам рассказала, изобразила. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно и весело. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока-пока.